Всем привет! Вы на моем канале вязание. Сегодня у меня будет видео о планах на вязание на ближайшие два месяца, я хотела сказать. Ну вот, пока собиралась, готовилась, пряжу смотрела, подумала, что, наверное, получится у меня видео о планах на вязание на целое лето. Обычно я практикую съемки планов на месяц, но сейчас у нас идет совместный проект Пора надеть. Вот он вчера стартовал, и в совместнике я заявила пять проектов, которые я хочу за два месяца ближайших закончить. Ну и, естественно, не обойдется без новых процессов, которые я буду начинать. Я подготовила пряжу, и буду сейчас вам рассказывать об этих процессах, что-то, может быть, вместе с вами подумаем. Ну, в общем, куча идей, как обычно, куча желаний, хотелок и так далее, и тому подобное, и очень сложно отсортировать. Но есть процессы, работы, которые я должна обязательно связать, поэтому, ну, в общем, в принципе, было очевидно, да, как я составляла план. Сначала те работы, которые я должна закончить уже из текущих, дальше те работы, которые я еще не начала, и должна закончить за лето, и подготовить по ним уроки, да, как текстовые, так и видеоформата. И оставшееся, ой, как это сказать, время, если оно, конечно, останется, я буду посвящать тем проектам, которые лично я хочу связать для себя, хотя, возможно, это тоже будут какие-то уроки для вас. Так, ну давайте, как обычно, коробочка, да, в принципе, пора уже снимать видео о готовых работах, но я запланировала на следующую неделю. Сейчас все подряд снимают, я подожду, пока утихнет волна, и тогда отсниму свое видео. Здесь у меня достаточно много пряжи, и с некоторой пряжей я пока просто еще не определилась, буду сейчас рассказывать вам, и попутно будем решать. И давайте мы начнем с того, что я подостаю все то, что у меня сейчас здесь лежит для новых, и оставлю то, что лежит для текущих. Так, процессы мои нынче все в проектных сумках хранятся, я навела порядки на полке, и все проекты разложила по проектным сумочкам. Значит, здесь у меня осталась пряжа для джемпера с пиццами из Alize Cotton Gold Plus, 3 моточка. Этого мне наверняка будет достаточно, я рассчитываю, что по мотку на рукава, ну и может быть еще моток, потому что мне нужно вывязать еще скосы плеч, углубление горловины и обработку. Но у меня там в работе еще такой один достаточно большой клубочек, и второй поменьше, и может быть, конечно, третий не пригодится. И также хлопок для футболки полосатый, который я вам тоже уже показывала, Гавайи, я хочу его отсюда достать, и будет у меня, наверное, сегодня время какое-то, может быть, я поперематываю пряжу, потому что, если смотрели мои предыдущие видео, я там жаловалась на то, что пряжа очень-очень сильно скручена, сворачивается в такие завитушки, и мне абсолютно неудобно из них, из пряжи этой вязать, поэтому буду перематывать и не один раз. То есть туда-обратно, чтобы скрутка ослабилась, чтобы мне было комфортнее вязать. Так, ну и теперь давайте мы в эту коробочку будем добавлять пряжу для тех проектов, которые я собираюсь вязать летом. Так, ну, сразу же покажу вам пряжу, с которой вы уже знакомы. Она за год примелькалась, точнее, примелькался джентль из моих процессов, которые я, наконец, и закончила. Это пряжа Ализадива Плюс. Номер цвета 480, я не буду распаковывать, здесь на 100 грамм 220 метров, это 100% микрофибра. И с точно такой же пряжей я буквально на прошлой неделе закончила джемпер из долговязов свой, который был частью комплекта, то есть это будет спортивный костюм, джемпер и штаны. И я уже, если честно, из-за того, что слишком долго его вязала, а вязала слишком долго по причине того, что мне не нравилась нижняя обработка, да, то есть изначально та идея, которая была в моей голове, она, ну, смотрелась не так удачно, как в моей голове пришлось переделывать и не раз. И я уже, честно говоря, думала, что это будет просто джемпер и никаких штанов. Ну вот. Тебе удобно? Ну, что сказать. Боже мой, котеночек подрос. 8 килограмм уже весит. Да? Морда ты усатая и волосатая. Ладно, пусть полежит. Котиков вы любите, вот. Он еще тут поразвлекать, возможно, нас сможет. Значит, когда я закончила джемпер, а точнее, когда я сделала вот эту нижнюю обработку, у меня там нет ничего сверхъестественного, это очевидно, да, но меня устроил внешний вид и функциональность, и поэтому вернулось вдохновение сразу же, чему я, конечно же, безумно рада, значит, штанам быть. То есть брюки спортивные к этому джемперу я тоже буду вязать. В этом месяце, скорее всего, я их не начну, но буду начинать в июле, потому что в этом месяце у меня будет все-таки больший напор на то, чтобы закончить то, что уже начато. Но в планах на июль я штанишки все-таки записала. И я не знаю по расходу, что там получится, но у меня изначально было 3 упаковки этой пряжи, то есть 15 мотков. На джемпер ушло то ли 5, то ли 6. Естественно, на брюки мне хватает 9 мотков, еще даже что-то останется. Спасибо, да, ты понял, что ты не пряжа и готов уходить. Спасибо. Жилплощадь освободили. Вот, и получается, что на брюки, я уверена, пряжа уйдет больше, чем на джемпер. Джемпер у меня не сильно длинный, брюки будут такой стандартной посадки, не заниженной ни в коем случае. То есть я таким вижу этот костюм. Не знаю, вот стоит ли занимать тут место. Наверное, я все-таки эту пряжу пока положу на полку. Пока она еще в упаковке. Дальше я хочу во что бы то ни стало попробовать пряжу Gazal Happy Fit. Слушайте, еще одну не принесла. На самом деле, я уверена, что в процессе однозначно что-то будет меняться. Но есть вещи, с которыми я на 99% определилась. Я хочу, чтобы мое лето было наполнено не только плечевыми изделиями, но еще и аксессуарами. Однозначно я буду вязать летом носки. Пока не определилась с тем, из какой пряжи. У меня много пряжи в запасах именно новой носочной, которую я не пробовала. И мне хочется постоянно что-то новое пробовать. Но жутко хочется, наконец-то, чтобы дошли руки до Gazal Happy Fit. Это пряжа ручного окрашения. 75% меринос и 50-25% полиамида. 100 грамм 330 метров. Должны получиться вот такие... Так. Вот такие яркие носочки полосатые. Ну, я буду вязать их, очевидно, лицевой гладью. Может быть, резинкой посмотрим. Такие хорошенькие носочки для дома. Так. И еще очень хочу попробовать пряжу Gazal Unicorn. Да, называется. Здесь на 100 грамм 197 метров. Это 100% мерино шерсть. Мерино 100%. Цвет под номером 1338. А вот этот цвет у меня 3243. Вот эта пряжа, она невероятной красоты. Просто обалдеть. Из этой пряжи я хочу связать шапку. Но пока еще не решила, какую. Все дело в том, что пряжа, ну, очевидно, в полотне будет смотреться достаточно интересно. Она, ну, вот. Я не знаю, чего от нее ждать. Поэтому я бы хотела, возможно, чтобы это была шапка мне. Но, в общем, будем смотреть по ситуации. Но очень хочется попробовать просто повязать, да, чтобы иметь свои какие-то впечатления. И дальше я имею в запасах вот такую пряжу. Абсолютно для меня новую. Она называется Мерино Софт. От... Что это такое? Подождите. Пирлана. В общем, я не знаю, кто производитель. Но это итальянская пряжа. И это стопроцентный Меринос. Здесь на 50 грамм 125 метров. Номер цвета, я так понимаю, 11. Рил Белла, написано производитель. Сделано в Италии. В общем, Меринос красивого фиолетового цвета. На камере вроде передается верно. У меня два моточка. Я хочу связать Максу шапку резинкой. Или один на один, или два на два. Ну, в общем, резинкой с отворотом. На начало осени. В общем, хочется такую шапку иметь, знаете, чтобы она не была слишком жаркой. Но в то же время можно было в непогоду одевать. Вот сейчас на улице тепло. Но у меня ребенок до сих пор в хлопковой шапке. Потому что, ну, как-то вот страшно раздевать. Ветер такой у нас тут. То дует, то не дует. Вот. И хочется, чтобы была такая шапка с запасом на более холодный вот этот переходящий сезон. Так. Это что касается тех аксессуаров, с которыми я уже наверняка определилась. И очень хочется еще, знаете, что попробовать? Связать тапочки. У меня есть в запасах трикотажная пряжа. Я сегодня не покажу, потому что я не знаю, где она лежит. И мне просто не успеваю физически перерыть полки. У меня много пряжи в запасах. И очень трудно что-то найти, если ты не помнишь, куда положил. А у меня как бывает. Я, когда пряжу на стеллаже раскладывала, я, допустим, ту пряжу, с которой я, ну, мне казалось, что не буду в ближайший год работать, я ее вглубь затолкала. А пряжа, которая у меня в обиходе, как бы регулярно, она осталась поближе. И для того, чтобы мне найти вот эту трикотажную пряжу, мне надо повыковыривать ее просто. У меня есть очень красивый такой талповый цвет или, может быть, какао. Я уже даже с трудом помню. Молочный и такой красивый синий. Очень красивый синий. Каждой трикотажке по бавинке под такой я без понятия о расходе. То есть не могу даже предположить, сколько нужно на тапочке, но мне очень хочется попробовать. Я не знаю, что со мной случилось. То ли я старею, то ли что, но я начала иногда мерзнуть. То есть обычно я была вот в нашей семье, или так давайте, среди жителей нашего дома. Я тот человек, которому жарко было всегда в любой ситуации. Сейчас все чаще замечаю, что мне бывает холоднее, чем всем остальным. То есть всем нормально, а мне холодно. И особенно это сейчас чувствуется, когда отопительный резон закончился. У нас, конечно, отопление свое. Мы можем включать котел когда угодно, но как-то глупо топиться, когда на улице тепло. Хотя периодически хочется прям подойти и кнопочку нажать. Особенно, когда это раннее утро. Все еще спят под одеялками, а ты вылез повязать немножко. И приходится одевать носки, а я носки, ну не люблю я дома носить носки. То есть понятно, что можно привыкнуть. И то я подумала о том, что тапочки трикотажные были бы очень-очень здоровы в этой ситуации. Ну в общем, то, что нужно. Поэтому я еще хочу вот такой аксессуар попробовать связать. Дальше у меня была идея попробовать связать панаму у меня из Терафия Multicolor. По-моему, от фибронатуры. И я, опять же, к сожалению, не помню, где она точно лежит. И я помню, что она там секционка цветная. И, короче, вот может быть дойдет еще до панамы дело. Но, в общем, такие вот аксессуары мелкие, которые работают на день-два, я пока что с собой не приносила сюда. А достала пряжу исключительно для плечевых изделий. Так, дальше. Один из долгожданных проектов, это куртка мужская. Вязать я ее буду на старшего сына. Он у меня опять сильно подрос. И я боюсь, что он к осени еще сильнее подрастет. Поэтому буду вязать сразу на вырост. Чтобы не получилось, что работа проделана зря. Потому что работы здесь будет немало. Это будет куртка с капюшоном на замке. И с вот такой толстенькой пряжей Ализе Суперлана Макси. Вообще, для этого проекта у меня еще куплена пряжа Янард Минк, по-моему, называется. Это имитация меха. Для внутреннего подклада. Чтобы получилась реально такая теплая, хорошая куртка. Чтобы можно было это назвать курткой, а не свитером или не кофтой. Но вот у меня есть подружка. Очень хорошая вязальная. И она у меня все предостерегает, что получится слишком тяжелое изделие. С подкладом, может быть, есть смысл попробовать вшить потом текстильный подклад. Чтобы не продувало. В общем, я решила начать с верхней части. С основной, то, что будет вязаться из полушерсти. А уже по факту готовности, почти готовности, буду разбираться уже с тем, какой подклад в итоге я решу делать. Так. Пряжа Ализе Суперлана Макси. Потрясающего, красивого серого цвета. Он, по-моему, называется Туман. 652. По-моему, это 6. Тут так подстерто. 100 грамм, 100 метров. Значит, 75% акрила, 25% шерсти. Как раз нам нужна куртка, потому что из всего вырос. Ну и вот пришло время необходимости вязания для детей. То есть, тогда, когда это действительно будут носить, тогда я и с удовольствием свяжу. Нужно вязать образцы. Я вязала из этой пряжи плед для хосписа в прошлом году. Там, правда, у меня была тоже мультикалор. Короткая секционка. Одной секции цвета хватало ровно на две петли. И вязала на спицах номер 8. И там полотно для пледа получилось, ну, то, что нужно. Даже можно было, в принципе, побольше спицы взять. Для куртки я, наверное, начну с семерки. Повяжу и посмотрю, что получится. Куртка вяжется лицевой гладью. По ней будет мастер-класс. Видео-мастер-класс. Он будет платный. Так. Кладем в наш сундучок. Хочется, чтобы опять все влезло. Ну, сейчас попробуем. Так, вот так. Дальше поехали. Лежит у меня здесь вот такой клубочек. И нужно тоже вязать образец. Это будет кардиган с запахом женский. Ну, в общем-то, в принципе, про него особо нечего рассказать. Это обычный кардиган с запахом. Я буду вязать где-то до середины бедер. Не хочу слишком длинный. Да и пряжи сомневаюсь, что у меня прям с таким размахом. Хотя у меня целая упаковка. Это пряжа. Секунду. Пряжа Этрофил Софт Шетланд. Сто процентная шерсть. Она не мериносовая. Она такая, ну, колючеватая, я бы сказала. Но я хочу вязать на тоненьких... Не на совсем, точнее, тоненьких спицах. Чтобы получилось воздушное такое. И теплое полотно. Не знаю вообще, что из этого получится. И как я в итоге это буду носить потом. Да, то есть получается, что поверх футболки с джинсами. Или, допустим, поверх платья, может быть, какого. Пока еще не поняла. И может быть, даже, может быть, я поменяю пряжу. Если в итоге решу, что хочу, чтобы этот кардиган был нательным. То есть на голое тело, на белье. Но пока пряжа Этрофил Софт Шетланд. Цвет мне очень нравится. Он максимально подходит к моей задумке. Дальше. 10 июня у меня стартует совместный проект. Я пригласила нескольких блогеров этот совместный проект. В котором мы будем вязать все, все участники. Плечевые изделия для наших детей. Для мальчиков именно. Вот, значит, у всех у нас есть сыновья. И вот непосредственно для них мы будем вязать. Я буду вязать старшему сыну джемпер. Об этом 10 числа я подробно расскажу. Покажу вам, что в итоге выбрала. Потому что пока у меня сегодня однозначной идеи нет. Но пока что я предполагаю, что это будет джемпер из Cotton Gold в трех цветах. Значит, у меня очень много Cotton Gold. Вы об этом наверняка знаете, если смотрите меня регулярно. Практически в каждой посылке я заказывала разные оттенки. Я очень люблю эту пряжу на самом деле. Значит, что у меня есть. Трехцветный джемпер. То есть, самый темный внизу, самый светлый у лица. Такими достаточно равномерными секциями. Лицевой гладью. Может быть, что-то там и будет. По бокам или по низу еще пока не определилось. Так, значит, продолжим. Такая пока идея. Пока остановилась на этом. И может быть, в итоге так и останется. Значит, три цвета Cotton Gold я подобрала. На мой взгляд, они хорошо сочетаются. Был еще вариант, сейчас секунду, вот такого вместо центрального. Но мне кажется, тогда этот цвет не пересекается с верхним, да? Вот так. Так. Он неплохо с нижним. И такое сочетание я уже вязала не раз. Кардиган школьный. Есть мастер-класс у меня на канале. Я два раза его вязала. Один раз из Lama Gold Fine. В таких же цветах. Второй раз из Cotton Gold. Тоже в таких же цветах. Но вот это сочетание мне не очень нравится. И мне кажется, что в этом случае вот этот цвет больше подходит. Вот так. Но мы еще не обсуждали. Я еще не показывала ему те модели, которые я подобрала. То есть, ну, листала интернет. Смотрела, чтобы мне было интересно вязать. Теперь мне нужно ему показать. И может быть, все еще 10 раз переиграется до 10 числа. Будем смотреть. Так, но на всякий случай. Светлый цвет это номер 200. Средний цвет это номер 87. Нижний цвет это 182. Вот. Если бы вот этот цвет был не меланжевый, было бы, конечно, лучше. Потому что вот эти они... Ну, вот этот еще, конечно, спорно. Может быть, тоже чуть-чуть он меланжевый. А верхний-то точно нет. Однородный цвет. Но вроде неплохо сочетается вместе. У меня только вот этой пряжи 2 мотка. По-моему, остальных в достаточном количестве. Это еще 4. Это, наверное, еще 8. Так что будет джемпер для старшего сына. Ну, короче, мужской. Уже сложно назвать этот детским. Так. И последнее, что пока здесь лежит, это 3 вот таких мотка. Почему их 3? Потому что я еще не определилась, какую конкретно пряжу я возьму. Значит, я хочу себе создать джемпер. Скорее всего, это будет сшивное изделие. Он мне понравился в интернете. И вообще мне бы хотелось, чтобы он был такой песочный, бежево-меланжевый какой-нибудь. Но я вспоминаю, что у меня из последних плечевых все в таких цветах. То есть, я перешла как-то вот в эти натуральные цвета. И мне не хочется просто вязать из одного и того же цвета. И я достала Cotton Gold. По-моему, 62 или 01. Я их так, ну, по отдельности не отличаю. И уже готова была вязать образец. Но вспомнила о том, что у меня же есть две коробки с пряжей. Вот этот марафон знакомства с новой пряжей. Когда я откладывала неизвестные мне моточки, чтобы в течение года с ними знакомиться. И я решила заглянуть и посмотреть, что же там есть подходящего для вот этого джемпера. Честно скажу, мне бы хотелось, чтобы пряжа была потолще, где-то на спице номер 4. Мне кажется, что для той идеи на куколико подошло бы как нельзя лучше. Но, опять же, на куколико у меня есть сейчас только в темно-синем. Цвете симли с люрексом туда не подойдет по задумке. Там слишком активный узор. И так, и туда еще люрекс. Это будет чересчур. Вот. Но, опять же, да, не хочется взять из одного и того же. Тем более, вот два артикула классных я нашла в этой коробочке. Первая это пряжа абсолютно не новая Cotton Baby Soft. У меня ее целая упаковка. И лежит она у меня уже очень давно. Мне кажется, что-то около трех лет. Если даже не больше. Как раз таки в цвете номер 62. То есть, приятный такой цвет. Не белый. Не чисто белый. Здесь 270 метров на 100 грамм. Получается упаковка 1350 метров. Мне, по идее, хватает прям впритык, да, на мою задумку. 50% хлопка, 50% акрила. Спицы рекомендуют от трех до четырех. Я попробую сначала, наверное, на все-таки на три с половиной. Потому что мне на тройке вязать, ну, совсем не хочется. Ну, по идее, должно быть неплохо. Так, это первая пряжа, которая из коробочки. Знакомство с новой пряжей. И вторая, это пихорка лаконичная. Цвет сыровый написано. Но я бы не сказала, что он прям такой. Обычно сыровый он такой натуральный совсем. А тут белый, но без отбелки, я бы сказала. И здесь рекомендуют спицы три с половиной. Она даже визуально чуть-чуть толще. Совсем немного толще. Буквально вот. Еле заметно, чем ализе. Здесь 212 метров. Хотя по метражу два разницы. Почти 60 на 100 грамм. И вот этой пряжи, я, к сожалению, не помню, сколько у меня в наличии. То есть, если ее 5, то мне ее априори уже не хватает на мое изделие. На мою задумку. По составу это тоже 50% хлопка и 50% акрилы. Пряжа приятная. Мне бы хотелось попробовать ее. Но вот думаю. И есть еще у меня вот такая классная пряжа. Тактильно очень приятная. Это Гималайя Делюкс Бамбук. 100 грамм 250 метров. Цвет 124.30. Очень красивый цвет. Я прям обожаю такие цвета. И по составу это 60% бамбука, 40% хлопка. Единственное, что я переживаю, что может быть как-то сильно вытянется изделие под весом. Ну и ниточка тонковата. То есть, что тут у нас по спицам? Спицы 3,5. Не знаю. Я бы так не сказала. Ну, в общем, наверное, смотря что вязать. Лицевую гладь еще возможно. Там такой узор, он должен держать форму. Причем пока, скорее всего, будет Cotton Baby Soft. Так. Дальше. Это, в принципе, все, что я уже успела отложить. Но я хочу вместе с вами еще заглянуть в эти два ящика. И... Ну так, буквально в двух словах показать, что здесь еще осталось у меня. Значит, у меня, по идее, еще будет какое-то плечевое изделие летом. Мне бы хотелось начать себе вязать джемпер из мериноса вот этого, подаренного мне. Мне бы хотелось очень повязать из вот этой пряжи, да, потому что она, ну, летняя. Может быть, какой-то топ. Мне бы хотелось на Кудыним повязать. И очень хочется связать в худи из плюшевой вот этой пряжи. Может быть, я его начну, да, такое домашнее любительское худи. Тут у меня еще пасмы. Баарам вот эти дорогущие лежат. А во второй коробке у меня, значит, Ланагатта, которая для Макса уйдет однозначно. Есть еще вот такая Бамбу Джаз от Фибра Натура. Тоже смотрела на нее, когда думала про джемпер. Но у меня она вот такого розового цвета, потом ярко-желтого и черного цвета. И больше всего подходит этот розовый, но мне не хочется такой яркий джемпер с таким узором. Вот эта пряжа могла бы подойти, но у меня ее мало. То есть на джемпер мне не хватит по метражу. Ну и в принципе, все остальное не совсем подходит для моей задумки. И возможно, да, вот эту шапочку я еще свяжу, наверное, за лето. Так, и очень хочется пайеток. Но они так убегают. Как из нее вязать, слушайте? Даже надо вот сидеть и только это вязать, чтобы не запутаться. два мотка у меня этой пряжи то есть пустить ее полностью на плечевое изделие не получится я думала знаете как сделать может быть даже как раз таки из на куколико взять на куколико и вставлять полосами эти пайетки может быть даже только эту нить вязать в эти полосы да получится такая полупрозрачная полоска с пайетками короче надо думать надо думать но очень хочется вот это вот вот эту красоту куда-нибудь запустить даже не ради того чтобы получить изделие а сколько ради того чтобы побаловаться с пайетками ну видно так что я сорока и люблю все такое вот ну в общем это так это пока еще вилами по воде писано и время покажет насколько хорошо у меня будет получаться осуществлять свои планы вот так что пока вот так блин классная пряжа вот этой цвет такой суперски вот ты еще что-нибудь придумай все пока что это все я считаю что этого выше головы для моих жизненных обстоятельств которые постоянно не какие-то палки в колеса втыкает получается что у меня будет новых плечевых изделий раз два три четыре четыре и штаны да потому что ну штаны не плечевое изделие ну и и мелкие аксессуары в общем будем надеяться на то что лето будет продуктивненьким вот значит на этом у меня все увидимся с вами завтра ставьте лайки подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны до новых встреч всем пока пока